Мурманские портовики проверили уровень грамотности. В этом году градообразующее предприятие впервые стало площадкой тотального диктанта. Об интеллектуальном испытании, которое можно пройти даже под псевдонимом, в следующем сюжете. Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» в столице Заполярья состоялась в шестой раз. Каждый год в проекте принимают участие и портовики. Причем число желающих проверить свой уровень знаний только растет. В связи с этим руководство Мурманского морского торгового порта совместно с Техническим университетом приняли решение создать отдельную площадку на территории предприятия. Алексей Сотников пишет диктант уже во второй раз. В прошлом году он допустил пару ошибок, но сейчас надеется стать отличником. Это очень интересное мероприятие. Спасибо разработчикам, что придумали такую интересную историю. Потому что всегда приятно. И показывать своим собственным примером, чего ты помнишь, чего ты достиг, как ты у своего школьной программы. Во-первых. Во-вторых, передавать своим детям какие-то вещи интересные. Показывают, что, видите, твои родители вот так вот написали, а ты как написал. В большом конференц-зале здания управления торгового порта собрались 18 человек. Это и руководители предприятия, и обычные рабочие. Перед началом испытания шуточная телевизионная программа «Хобости», в которой внимательные участники могли найти подсказку, объяснение одного из правил пунктуации. Люди интересуются, люди хотят проверить уровень своей грамотности. И для нас, как для градообразующего предприятия, участие в таких акциях и взаимодействии с образовательными учреждениями, это неотъемлемая часть нашей социальной программы. Человека, который читает текст, в шутку принято называть диктатором. Эта ответственная должность на площадке порта досталась директору 8-й подшефной гимназии. Ольга Дзюба трижды отличница диктанта. Говорит, что текст под названием «Ловец душ» очень интересный. Посвящен театральной постановке пьесы Максима Горького «На дне». Автор, прозаик и литературовед Павел Басинский. Мне кажется, что люди, которые знают русский язык, знают правила орфографии, пунктуации, справятся без труда с этим текстом. Те же, кто привык использовать свободный стиль общения, в том числе в интернете, естественно, у них будут случаи, которые вызывают затруднения. Диктант — дело добровольное, поэтому участники всемирной акции при заполнении бланков могут указать псевдоним. Главное не забыть, что ты не Иван Иванов, а, допустим, фонарный столб или озорная феечка. Результаты испытания будут выложены на официальном сайте акции 27 апреля.